Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня я вам буду рассказывать про 4 крутые книги от издательства Fashionery. Fashionery вообще специализируется на издательстве для людей, занимающихся миром моды. И вот эти 4 книги, они такие квинтэссенции того, что может происходить. Первая это Fashionopedia, которую я очень-очень люблю. Там это просто визуальный словарь моды, они собрали все, что только могли в одной книге. Fashion Business Manual для тех, кто хочет запустить свой бренд. 50 модных легенд о жизни известных людей, и это очень здорово. Вы можете посмотреть, какой путь прошли великие дизайнеры и модельеры. И новая книжка 50 секретных фактов из мира моды, о том, о чем, возможно, вы не знали. Давайте я вам расскажу и покажу последовательно все книги. Начну я традиционно с фэшенопедии. Это мой экземпляр, он уже немножечко такой поюзанный, потому что я ее постоянно использую. И в этой книжке они собрали вообще практически все, что необходимо фэшн-дизайнеру. От исторических стилей, как это было. Вот смотрите, в 20 веке прошли от до... Плюс ко всему, более глубокий такой анализ, начиная с Египта, 5-6 век и далее, ближе к нашим дням. В этой книжке все разобрано, показано в визуальном формате. Основные силуэты, которые есть и которые присутствуют, да, в какие времена и как это выглядело. А потом это библиотека технических рисунков. Кто занимается модом, пошивой, тому, кому нужно создавать рисунки для своих заказчиков, для промышленного производства. Вот здесь большая-большая подсказка того, как это должно выглядеть, как технические рисунки вообще рисуются и что туда нужно заложить. Я тоже иногда пользуюсь, когда есть вопрос, а как мне вот этот воротник нарисовать, да? Я всегда тогда залезаю, смотрю, а как они этот капюшон нарисуют, а как что? Соответственно, вот здесь очень много всего интересного рассказано и показано. Притом, если вы работаете с англоязычными партнерами или отшиваетесь, например, в Юго-Восточной Азии, а там, скорее всего, у вас общение на английском, то здесь показаны основные термины. То есть помимо того, что вы будете знать, как, что, зачем и почему, вы еще сможете и понимать, как это называется, такое дополнительное образование. Это у нас были топы, жакеты, все-все-все здесь охвачено, как веганы, брючки, разные формы, разные длинные, как они смотрятся, все учли, ничего не забыли. Вот такие юбочки, какой бывают длины, как оно называется, насколько оно может быть объемное, солнце, полусолнце, как это рисуется, как это смотрится, да? Потому что так оно смотрится, оно солнце, а так оно будет смотреться в сложенном виде. Это тоже нужно все учитывать. Это у нас комбинезонный. Так, это костюмы, костюмы тройка, даже костюм шанелька, смотрите. Это пошло нижнее белье, тоже для тех, кто рисует, здесь и корсеты, и мужское белье, и женские бра в своем разнообразии, трусики, все-все-все здесь есть. Есть детали, вот куда тоже часто стоит посмотреть, потому что иногда бывает ступор, не знаешь какую-то там горловину, форму, еще что-то, можно подсмотреть, как это называется, как это выглядит, как это рисуется, рукава, различные виды застежек, карманов, кокеток, карманов задних, аксессуаров, шарфы, сумки. Все-все-все здесь собрали, такая большая плотность рисунков, чтобы никто не заскучал. Кольца, обувь, по обуви есть отдельная книжка, по сумкам тоже. Как у нас с вами выглядит ожерелье и какая длина, как называется. Еще одна часть очень интересная, у меня сейчас вышла текстайлопедия, скоро она будет, обязательно сделаю на нее обзор, когда она попадет мне в руки, пока у меня ее нету. Но здесь вот они собрали основные моменты, какие есть типы волокон, типы полотен, как они смотрятся, как идут переплетения. Кстати, если вы хотите обзор на текстайлопедию, напишите мне, я обязательно его сделаю, как только получу. Мне будет очень приятно знать, что вам тоже это интересно. Вот, кружева, как производится, как красится, как называются те или иные рисунки. Собственно, все-все-все, все, что могли, они здесь собрали и сделали. Как выглядит дизайн студия и фабрика, что там должно быть. Закроечный стол, инструменты, как они называются, как называются детали кроя, как это все выглядит, какие есть типы швов и как они называются, обработка, молнии и так далее. Как мы упаковываем, какие есть лейблы, где что продается, типы фигур, женское, мужское, разные, там, квадратные, прямоугольные, прически. Мужские, мужские, женские и даже макияж сюда тоже вошел, включая маникюр. Вот, вот, вот столько всего. И измерения. Вот по измерениям не могу вам сказать, насколько они вот хорошо сделаны, насколько это, там, по ГОСТам, не по ГОСТам, к чему это относится, но тоже они здесь присутствуют. Вот, и глоссарий, вот, и, да, у меня обложку просела, вот, так что вот такая книжечка включает в себя вообще все, что можно и нельзя. Вторая книжка, о которой я хочу рассказать, это Fashion Business Mnual. Данная книжка больше подойдет тем, кто решил запускать свой бренд и двигаться в этом направлении. В ней собраны, что самое интересное, в инфографике основные направления, которые вам нужно будет охватить. Первое, брендинг, соответственно, бренд дирекшн, куда движется ваш бренд и какой он по ссылам несет. Продукт девелопмент, производство продукта, оптовая торговля, маркетинг, ритейлинг, как основать свой бренд. Вот, и, соответственно, про то, что есть на рынке. Какие есть люди в индустрии, как они называются и чем они занимаются. Вот здесь это все в картинках. И поехали, брендинг дирекшн, соответственно, для кого нужен ваш бренд. И здесь они сделали такие классические вещи, 8 элементов, чтобы построить ваш бренд. Бренд story, бренд value, бренд identity, unique selling point, соответственно, ваша история вашего бренда, ценность вашего бренда, его основная, то, что мы называем по-русски ДНК, и уникальная точка, где вы будете продаваться. Соответственно, вот здесь все-все-все это разложено. Кто ваш покупатель, свод анализ. Это классика жанра. Что будет основное, в каком тоне, как это будет смотреться, разрабатываем фирменный стиль, для кого это все. То есть, вот такое вот основное, one single direct message. Основное message, как это будет правильно по-русски сказать, основной девиз вашего бренда, который вы будете транслировать покупателям, который сможет вам это все донести. Я прошу прощения, что я немножко путаюсь с английским, потому что я, когда училась, я училась на MBA Fashion Brand Manager, и я многие термины не переводила на русский, я училась на английском, и я сейчас просто, ну, как бы на них смотрю, и пытаюсь перевести, чтобы это было грамотно, красиво сказано по-русски, просто потому, в силу того, что меня этому по-английски научили, я об этом думала по-английски. Вот, поэтому, но здесь даже если вы, ну, не знаете английский, вы тоже разберетесь. Вот, смотрите, техника смарт, это очень-очень известные техники, которые используются в бизнес-планировании. Смотрите, вот этапы создания коллекции одежды, здесь они выделяют 12 основных. Я делала отдельные курсы, у меня в книге тоже это есть. То есть я выделяю 19 этапов создания коллекции одежды, ну, как бы недалеко мы разбежались друг от друга, да. Соответственно, как что будет производиться, из кого, из чего, какие есть типы волокон, животные, растительные. Как правильно делать flat drawing, это технические рисунки. Соответственно, как правильно использовать полотно и минимизировать раскрой, техпак, технологическая документация, которая отправляется на фабрику, что должно быть на лейблах. Кстати, хочу обратить внимание, по лейблам сейчас, в 2021 год, будут вводиться новые постановления по России. Сейчас уже они введены на мех, на обувь. Так что будьте внимательны, в зависимости от того, в какой вы стране, все-таки вот это вот лейблы, обклейка и вот какая маркировка именно нужна будет. Тут у нас будет маркировка, надо обязательно смотреть. Так что смотрите актуальную информацию на момент, когда вы будете это запускать. Вот, как переговоры. Сейчас тоже немножечко меняется это все, особенно с пандемией, потому что и показы отменяются, и люди начинают все-таки еще больше покупать в онлайне. Ну, в общем-то, пандемия внесла, конечно, свои изменения. Я думаю, что мы это будем видеть еще на протяжении долгого времени. Очень много людей, кто работал очно, ушли на удаленку. Ну, вот смотрите, это промоушен, да, дейт, да. Ну, промоушен, я думаю, что стало международным словом. Даты продвижения, активности маркетинговой и так далее. Как нам быстрее добиться, чтобы нас увидели, чтобы нас узнали, ритейлинг. Смотрите, как складывать вещи. Вот оно все, все, все здесь рассказано и показано, что такое ТМ, да. У нас это будет торговый знак на территории России. Если вы в другой стране находитесь, надо смотреть, что у вас. Значок копирайтинг. Вот эти вот моменты, вот их надо смотреть, они территориальные. И так же, как и маркировка, вот это все территориальное. Поэтому здесь оно хорошо затронуто. Но, конечно же, надо вот это range plan, так называемые. Всякие ассортиментные матрицы, где, чего, когда, зачем. Вот так это выглядит, кстати, одно из применений технических эскизов. Вот, да, и вот очень мне нравится эта картинка. Да, фэшн-бренд это всего лишь удача. Вот, вот такая книжка. Фэшн-бизнес-мануал для тех, кто решил запустить свой бренд одежды. Вдохновение, если вы решили запустить свой бренд, то вот вам книжечка «50 легенд моды», где разобран путь великих и ужасных, можно так сказать. Вот, соответственно, вот смотрите, таймлайн. Очень интересно они сделали. С какого года до какого творил тот или иной модельер, дизайнер, художник. Все они тут в разных, да? То есть «Кока Шанель» начала в 83-м, Кристиан Диор начал свою жизнь в 905-м, таймлайн – это годы жизни, годы жизни здесь. Так, и, ну, давайте, например, «Коко» покажу, остальных не буду, просто пролистаю, потому что будет некорректно вам всю книжку рассказывать. Соответственно, когда родился, что произошло? Родилась во Франции она, потом ее отдали, соответственно, в приют, вот, монастырское такое воспитание ей дали, потом она начала петь, ее назвали «Коко», она приобрела, соответственно, свое имя, и так далее, как вот это все происходило, вплоть до ее смерти в 88 лет. Про каждого, каждого автора здесь еще его главный слоган вынесен, то, что, помните, мы в книге смотрели «Фэшн Бизнес Мануал», какой у вас главный девиз вашего бренда? Вот, пожалуйста, главный девиз, можете почитать известных людей. Соня Рикель, Оскол Делоренто, Семьяки, вот они тут все собраны. Про каждого рассказано, показано и объяснено. Статистика, да, как бы кто что учил, как это все рассматривается. В общем-то, такая очень хорошая историческая справка, а вот это вот для тех, кто там боится или еще что-то, в каком возрасте открыли первые магазины, да? И смотрите, вот буквально 21, ну, с 21 до 30, то есть, ну, где-то 20% приблизительно, много открыли в 31, в 35, в 36, в 40, то есть это все еще не предел. Не бойтесь, что мне там столько-то лет, мне там столько-то, да в разное время все это происходит. И еще одну книжку сейчас покажу, которая от Fashionry. Это секретные материалы практически. Hidden – это спрятанные факты о моде. Вот, соответственно, вот здесь есть полное оголовление. Я вам сейчас покажу несколько тоже, чтобы осталась интрига того, что же там внутри. Соответственно, смотрите, восьмой размер в 1950 году был намного меньше, чем сегодняшний. И здесь объясню, почему. Как сэкономить на одежде, укоротить юбку для того, чтобы использовать меньше материала. Почему худоба стала популярной. И вот так подробно. Что делает больше денег для брендов помада или самыми вещами от кутюр. Здесь есть ответы, да. Соответственно, вот оно все так. Royal Transcenter, кто задавал моду в древности, ну или в предыдущие века. Наверное, так лучше будет сказать. Почему мы привыкли, что розовое для девочек, а голубое для мальчиков, а может быть наоборот. Вот здесь это все рассказано. Кстати, изначально было действительно наоборот. Там это все рассказано. Настоящие ниндзя не носят черный. И далее я. В общем, очень интересные факты. Я тоже буду все это детально изучать. Мне самое интересное. Они собрали классные вещи в одном флаконе. Это мифы или факты о том, что корсет, соответственно, вреден для здоровья. Вот здесь все это рассказано. Смотрите, ее бюстгальтер сейчас взорвется. И мужчина надувает его. Так что вот такая книжечка. Это как весело изучить мир моды, узнать всякие разные потешные истории. И не очень потешные, а реалистичные. Вот такие у нас четыре книжечки от издательства издательства Fashionery, которые действительно станут вашими верными помощниками и помогут вам на вашем пути. Если вам понравились книги, обязательно ставьте лайк. Если появились какие-то вопросы по книгам, пишите в комментариях. Все книги можно купить у нас в онлайн-магазине. Я оставлю ссылку внизу. Мы их привозим и продаем. Мы являемся официальными представителями. Обязательно подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропустить обзоры новых книг. Если хотите увидеть обзор на какую-то книгу, тоже напишите мне в комментариях. Я с удовольствием это сделаю. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.